Джулиан Холланд, Уилли Уайз. Вот такие господа будут у нас сейчас боксировать. 8 раундов, полусредний вес. 27 лет Холланду, 33 Уайзу. Небольшое преимущество в росте у Холланда. На килограмм Уайз потяжелее. В размахе рук у Холланда 6 сантиметров преимущество, довольно серьезно. Ну и ждем выступления Ринканолса. Встреча с Баллией, парк, плейс, касино, резорт в Атлантик-сити. И Будвайзер, этот Будс для вас, презентает 8 раундов, велтервейт. Твой рефери, опять же, это Эрл Мортон. Джулиан Холланд на наших экранах. 21 победа, 1 ночь и 1 поражение. Салет Австралии, Куинсленд. Бывший чемпион Австралии. Вот так, такой громогласный титул носит этот спортсмен. Ну и его соперник Вилли Уайз. 24 победы, 7 поражений. 4 ничьи, всего 7 побед нокаутом. В общем, не самый серьезный мужчина. Ну и бывший чемпион Нью-Йорка, штата Нью-Йорк. Вилли Уайз. Всего 7 побед нокаутом у Вилли Уайза. Посмотрим. Все-таки не будем делать далеко идущих выводов. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохой джеб у Уилли Уайза. Путался справа и пробить холм, но тут же нарвался на серию в исполнении американца. Чувствительный Уилли Уайз. Он слегка отклоняет голову в момент, когда в него летит удар. Немножко размашистая серия в его исполнении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас смотрю послужный список Уилли Уайза, и вообще скажу я вам, не так-то и просто. Этот парень, если внимательно присмотреться, то отстоял он всю дистанцию боя против Хулио Сезара Чавеса, вот так. Проиграл Шейну Мозли техническим нокаутом в третьем раунде. И вот после этого поражения вышел на поединок с Джулианом Холландом. Пройти полную дистанцию боя против Хулио Сезара Чавеса дорогого стоит, думаю, даже не стоит объяснять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и Шейну Мозли в начале 2000-х, то, что собой представлял этот боксер, конечно, проиграть абсолютно, наверное, не зазорно, как бы это ни звучало. Но Шейн Мозли есть Шейн Мозли. Сейчас, конечно, у Уилли Уайза испытания куда проще. Мы посмотрим, пройдет ли он его. Неплохо. Раз-два заряжает австралиец. Попал снизу и что? Будет добивать. Зевнул откровенно этот апперкот Уилли Уайз. Немножко не ожидал, наверное, у нас своего соперника. И сейчас идет отдыхать, приходить в себя. И, наверное, слушать не самые приятные вещи, а у тренера, вот, видим, расстроен, признал вину. Колоритный какой тренер. У Холланда. У Холланда. Обычно, если плохо слышно, что говорят люди, можно отчасти что-то понять по губам, но здесь усы закрывают полностью. Артикуляционный аппарат, и понять решительно невозможно ничего. Может, это секретная какая-то тактика. Говорить в усы. Ну, впрочем, второй раунд. Посмотрим, пошел ли Вилли Уайз урок на пользу, которую ему Джулиан Холланд преподал в концовке стартовой трехминутки, когда зарядил мощнейший апперкот Вайзу, и того немножко перетряхнуло, повело, но сумел он стоять на ногах, и как раз тут гонг вовремя подоспел. Вайз отдохнул, ну и поглядим, какие выводы сделан он из этой ситуации. Провалился Холланд, но тут же достал левый сбоку. На стороны парень этот австралиец. Знает, чего хочет, но, конечно, не самый изобретательный боксер. А вот и левый сбоку, будьте любезны. На скачке ударил Вилли Уайз. Холланд оказался не готов, но выстоял. Попытался сейчас закрутить корпус, вложился в удар правый, но просвистел. Кулак мимо головы Уайза. Что было бы, если бы он достиг цели, остается только гадать. Плотный левый сбоку навстречу провел австралиец. ПИЖУНИСТА Боксирует вальс, опускает переднюю руку Как бы там ничего не прилетело Так, это же по затылку был удар Но что скажет Рефери отчитывают нокдаун По правилам положено Посмотрим, последуют ли замечания Одобряет рефери такие действия Ну что ж Этот раунд, судя по всему, Уайса заберет За счетом 10-8 За счет нокдауна Неплохо ушел От такого полукрюка Американец Так, ну и посмотрим, что нам скажут усы Работы на опережение Первым номером Посмотрим повтор эпизода с нокдауном Сдвоил боковой Вилли Уайс Ну, второй-то И, наверное, решающий удар в этой серии Очевидно, по затылку пришелся О чем недвусмысленно намекнул Сам пострадавший Но судья Его апелляцию, что называется, не удовлетворил Увесистая плюуха Я в исполнении Уилли Уайса На ногах решил подвигаться Очень неплохо Ну, какой-то уж совсем классический Джулиан Холланд Понятный, что ли Вот для такого изобретательного парня, как Уилли Уайс Говорят, знаете Сладкая булочка Но, впрочем, это такая булочка Которая может Так врезать Что мало не покажется И в первом раунде Австралиец это показал Но сейчас уже к третьему раунду Кажется, что понемногу Уайс начинает разбирать своего соперника Скорее всего, тут можно говорить о недостатке тактической гибкости у австралийца Наверное, можно предугадать, что он будет делать Работа левой рукой Все комбинации начинаются с левой Дальше правой И развитие в виде левого сбоку В голову или по корпусу Ну, в общем, ничего такого сверхъестественного Холланд пока не предлагает Довольно простые финты А Уайс, который боксирует больше не головой, а инстинктами даже Пока что в таком бою получает Пусть и небольшое, но преимущество От раунда к раунду это становится заметнее Вот заигрываться тоже не надо Здесь в углу может Случиться какая-нибудь неприятность Вот и Холланд решил поиграть, руки опустить, попижонить Сошло ему это с рук на первый раз Наверное, опять Уайс этот раунд забрал Но с очень-очень небольшим преимуществом В углу Холланда довольны проделанной работой Советую продолжать в том же духе Поддавливать Выбивать из зоны комфорта Как это еще называется Выбившись на раунду Выбившись на раунду Выбившись на раунду Четвертая трехминутка стартует С отличной комбинацией раз-два в исполнении Уайза Через руку правой, казалось бы, прошел удар Очень уж классический Холланд И бледноват он выглядит на фоне Уайза Простите за каламбу Едва головами опасно не столкнулись боксеры Чем такое может закончиться, видели мы в предыдущем бою Вложился сейчас в этот апперкот Холланд, но смазанным вышел удар по корпусу А вот и двойка долетела И вот двойка ответил Уайз Попал, что повело Холланда Кажется, немножко Не очень хорошо себя сейчас австралиец чувствует Пару очень чувствительных ударов Он пропустил Холланд Кажется, что он поднялся Он поднялся Играет музыка. Он наградил Холланда Уайс. Говорил я в начале первого раунда, что 7 нокаутов в 24 выигранных боях не должны вводить в заблуждение. Ударить Уайс может. И Джулиан Холланд это понимает очень-очень хорошо. Играет музыка. Играет музыка. Немножко за руки в область уха ударил Уайс. Селезенку. А здесь уже добить не сумел, приклеился Холланд вовремя. И попал на удушающий. Шестой раунд восьмираундового боя. Напоминаю, Атлантик-Сити, 20 мая 2000 года. Пока что безнадежно проигрывает Джулиан Холланд. Ничего он не может придумать. Был у него удачный момент в концовке первого раунда, когда долетел его апперкот. Но там вовремя прозвучал гонг, да и Уайс. В общем, не слишком был потрясен, хотя его, конечно, болтануло. Ну а сам Холланд уже побывал в нокдауне. В минувшем раунде едва не побывал во втором. Пытается австралиец что-то придумать. Но тут горизонт его тактических способностей. Не то чтобы узкий, но не самый обширный. А Уайс уже начинает получать удовольствие от всего происходящего. Работает четко вторым номером. Ага. Вспомним первый раунд. Снова правой снизу в подбородок попадает Холланд. Но не выглядит потрясенным. Уайс. А вот это лишнее пропускать, откажется, было не нужно. Ну, ух ты! Вот это да! Достоит. Минуту еще стоять. Ну, Холланд, это твой шанс. Большего может и не быть в этом бою. Есть опасность вымахаться, но и поставит ли на карту все. Австралиец. Дважды подряд очень крепко он болтанул своего соперника. Уайс устал. Отмахивается. Ну и похоже у Холланда силы кончаются. Нет, так ты его не добьешь. Это уже американец перехватил инициативу и тем же апперкотом отвечает. Прекрасный раунд. Да, тут в этой возне у канатов в углу Холланд, кажется, нашел гораздо меньше, чем потерял. Просто расслабься, советует тренер. Удельный совет. Осталось два раунда. Левый сбоку и снизу удар точно в подбородок. Да, как устоял Уайс. Еще раз правый достал. Левый сбоку и с правой на правую в углу. Попал Холланд. Да, с держалкой все в порядке у американца. Ну вот теряет иногда концентрацию Уилли Вайса. Это, пожалуй, единственный шанс Холланда что-то здесь придумать, переломить каким-то образом бой. Похоже, крепко устал в шестом раунде Джулиан Холлидей. Холланд, простите, Холлидей. Холланд! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, понял Холланд, что дырка в защите у американца под правой снизу. Почему бы не попробовать еще? Но у австралийца свое мнение на этот счет. Бросается он немножко неподготовленными атаками на Уайза. Американец этому нисколько не расстроен и готов. Вот, пожалуйста. Здорово встретил левой сбоку. Сейчас немножко повозимся. А время идет. Шестой раунд близится к концу. Полминуты. Отлично на отходе. Ну, кажется, Уайз понял о своем сопернике. Если не все, то много. Единственная пока его проблема – это правый апперкот в исполнении Холланда. Но... Тут у австралийца уже и сил-то, кажется, немного, чтобы его толково ударить. Однозначно раунд в пользу американца. Уставший Холланд бредет свой угол. Отдыхайте, получайте очередную порцию наставлений от своих тренеров. Устал Субтитры сделал DimaTorzok Седьмой предпоследний раунд стартует Уже на выбор бьет Вайс Поймал он кураж Положение Выбрасывает руки Очевидно, большей сил сохранил американец Пожалуйста, правый догнал Все это сейчас было по защите, но очень неприятно Знаете, дыхание сбилось наверняка И, в общем, повышению выносливости Такие эпизоды не способствуют Вот это я сейчас о Холланде говорю Вот так Методично обрабатывает Вайс Оба этажа Чередует голову-корпус В обратном направлении Все у Вайса в этом бою хорошо По крайней мере, в заключительной его части Если не заиграется, должен выигрывать, конечно Ну, вот уже недвусмысленно дает нам Холлан понять, что он крайне изможден Пожалуйста, еще снизу, сбоку На морально-волевых сейчас стоит Австралиец А вот уже и не стоит Улыбается Ну, что ж тут веселого Второй нокдаун Слишком много сил потратил Холланд на добивание Немножко бестолковое добивание В пятом раунде Вымахался И так себя Не может прийти до сих пор Переламывать поединок ему попросту нечем Бензин закончился Можно до бесконечности продолжать Смысловой ряд Еще один Левый сбоку в исполнении Вайса Еще один на скачке Американец уже получает удовольствие от всего происходящего Красуется Чемпионский уровень, ему говорят Ну и в углу Австралийца Усы произносят сакраментальные слова Нам нужен только нокаут Да Здесь трудно поспорить Но вопрос-то в другом Хватит ли сил Вложиться в этот единственный удар Даже если Уайс такую возможность предоставит Ну да, тут больше от усталости что ли упал Холланд Потому и улыбался Ставил в углу Ну что, заключительные три минуты Есть шанс У Холланда Вернуться в бой Закрутить интригу Не раз мы с вами видели подобное Да, но пока что, как мы видим, Уайс попадает Все в твоих руках, как поется в одной известной песне Все видит Уайс Более обученный Техничный Быстрый Более обученный Более обученный ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не рискует Уилли Уайтс, хотя, наверное, если поднапрячься, то можно даже попробовать закончить нокаутом. Почувствовал Холланд, что попал. 50 секунд. Холланду на то, чтобы все изменить. Ну, как-то без огонька, согласитесь. Астралиец уже, кажется, давно все понял. Взвесил. И, что называется, для порядка наступает, но как-то все без продуманной мысли какой-то четкой. Ну, последние секунды сейчас будет гонок. Вот и он. Ну, тут и чуть не закончился Уилли Уайтс под конец этого боя. Увесистым таким ударом снизу наградил он своего соперника под занавес встречи. Ну, и ждем решения судей, но думаю, всем все ясно. Досталось сегодня этому парню. Ну, достоял, молодец. Местами очень непросто ему было. Благодарит публика бойцов. Красивый, зрелищный бой показали. Не самый техничный, в первую очередь, благодаря Холланду. Уайс был хорош. Напоминаю, простоялся 10 раундов этот человек против самого Хулио Сэдера Чавеса. Вот так. Вот так били Холланда. Тут в этом размене прилетела и Уайзу, но все-таки тоннаж ударов американца оказался более серьезным. Приглашает рефери Джулиана Холланда в центр ринга, где сейчас ринг-анонсер объявит нам о победе Уайза. Думаю, никто в этом не сомневается. Подзатянули судьи с оглашением вердикта. Итак, слушаем. 78-72. Единогласным решением судей Уилли Уайз побеждает Джулиана Холланда. Уже в следующем бою он встретится с Дарреном Брюсом за титул IBO в полусреднем весе и победит по очкам. Однако в следующем же поединке проиграет этот титул Кристиану Блатто. Затем проиграет Лео Эдвардсу. Ну и в 2003 году, 22 ноября, уступит Хулиус Эзеро Чавесу в Тихуане.